Добрый день, друзья, соратники, товарищи. Я вас всех приветствую. Догадайтесь, про что мы с вами сейчас поговорим. И поговорим мы с вами про самое интересное. Это теории заговоров. И то и другое попахивает, грубо говоря, геноцидом. И здесь я бы хотел обратить ваше внимание, что это действительно экстренный выпуск. Это действительно экстренный выпуск. Это на самом деле очень важный ролик. Самое главное, помогите этот ролик максимально распространить. Мы поговорим с вами про то, как телевизор, образно говоря, убивает активность людей. Мало того, что телевизор замалчивает очевидные факты с помощью своей редакционной политики, ставя на повестку дня необходимые для власти темы. Смотря телевизор, вы просто голосуете в поддержку существующей власти. Поговорим с вами про пропаганду. Поговорим с вами про то, что происходит на федеральных каналах. Потому что то, что я увидел 24 апреля этого канала, это просто не лезет ни в какие ворота. Мои подписчики, друзья, товарищи, соратники и все вместе закидали меня ссылками на ролики на первом канале. На канале Россия 24, где рассказывали просто такие вещи, что я честно не мог поверить. Я пересмотрел несколько раз, я думал, может это какой-то фейк, может еще что-то, но нет. Можно сколь угодно крутить пальцем у виска и говорить, что это все бред. А с экранов федеральных каналов говорили просто лютейший антинаучный бред. И большая проблема, что люди это смотрят. Люди это смотрят и сходят с ума. Ну и что? Все прошло вон. Идите, садитесь. У нас масочный. У нас масочный. Ты приехала? Лекарство миллиардера парализовало полмиллиона человек. На следующей неделе получается, что после эфира у нас появились новости, что в Северной Осетии люди после эфира разгромили вышку сотовой связи и оставили без связи несколько сел. Они думали, что вышка их облучает. Почему они так думали? Они смотрят телевизор, они смотрят телевизор, где им прямым текстом говорят, что их облучают. В организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, джогами, уничтожением имуществ, это преступление втается особо тяжким преступлением. Наказание предусмотрено от 10 до 15 лет лишения свободы. Что вакцины опасны и так далее. Это пропаганда, которая буквально убивает ум людей. Люди в прямом смысле начинают сходить с ума. Начинают вандалить или как макционное оборудование. Отказываться от привыкевок, от вакцин, отказываться от медицины, не доверять врачам, не доверять ученым. Куча негативных и опасных для общества последствий. Если вы помните, недавно у нас появился закон о фейках. Приняли такой федеральный закон, который даже недавно ужесточили ответственность за нарушение. От 700 тысяч рублей штрафа до 5 лет тюрьмы при тяжелых последствиях. Эти наказания во всех других странах уже приняты. Законодательство Германии намного-намного более жесткое. Он не запрещает критиковать чиновников. Целенаправленному распространению заведомо ложной информации. Вот о чем идет речь в этом законе. Закон очень быстро приняли. И даже потом ужесточили по этому закону ответственность. То есть ты прямо чувствуешь обеспокоенность государства. Чтобы не было фейков, недостоверной информации. И даже появились первые случаи, первые уголовные дела. Начали хватать простых людей, заводить на них дела, штрафовать на какие-то десятки тысяч рублей. От 30 до 100 тысяч рублей штрафа грозит жительнице Вологды, распространившей недостоверную информацию о зараженных коронавирусной инфекцией. И ты думаешь, наконец-то государство решило прекрати врать. Не так давно в МВД и в Следственный комитет вызвали Павла Иванова. Это школьный учитель, который ведет YouTube канал Аудиостатьи. Только что пришел вызов дать объяснение для составления протокола об административном правонарушении. Чтобы я рассказал об одном из своих видео. Мне сказали, что вроде как, судя по тому, что я рассказал, что никаких проблем у меня не будет. Оказалось, не так все просто. Не оставляйте ситуацию Павла Иванова без должного внимания. Распространяйте его видеоролик с пояснительными комментариями. Ситуация в чем заключается? Нам в любом случае необходимо будет с вами встретиться с целью повторного вашего опроса. Ну, взять объяснение повторное. А вот почему повторно нужно, если я в первый раз уже что-то, новые вопросы какие-то? Нет, вот в любом случае я вам могу пояснить то, что протокол об административном правонарушении будет в любом случае составлен. А почему? Ну, а пока хватает простых людей, давайте посмотрим, что показывают в эфире Первого канала на всю страну. Это самый главный телеканал, Первый канал. И Константин Эртс там прямо потирает ручонки, ведь ему нечего стыдиться. И здесь я сразу хочу пояснить один очень важный момент. Существует разница между частным мнением и государственным СМИ. Любой из нас может на своих личных страничках, в своих соцсетях высказывать свое какое-то мнение. Это нормально. Это и есть та самая свобода слова. Если у вас своя газета или, например, у вас есть свой частный телеканал, вы можете освещать информацию очень однобоко, давать слово там одним экспертам, которые вам нравятся. Но все это ваше дело, ваша редакционная политика. Аудитория решит смотреть вас или не смотреть, а вместе с аудиторией придут или наоборот уйдут рекламные контракты. То есть это такой естественный процесс. Но совсем другое дело, когда речь идет о государственных СМИ. В идеале государство вообще не должно контролировать средства массовой информации. Но у нас, как мне кажется, и еще в других странах, государство контролирует. Считается, что государство обеспечивает нейтральность подаваемой информации. Чтобы средства массовой информации действовали в интересах всего, а не в интересах каких-нибудь олигархов. Мы же не хотим, чтобы какой-нибудь олигарх захватил СМИ, через эти СМИ начал призывать людей к чему-то плохому, учить каким-то вредным действиям. Поэтому государство, казалось бы, обеспечивает нейтральность информации. В жизни, конечно, так не бывает. Получая контроль над СМИ, государство начинает использовать для провластной пропаганды. Ну, это как бы ладно. Пропаганда, ну, это как бы лучше куда ни шло. Ладно, используют для своей провластной. Но совсем другое дело, кормить аудиторию клюквой и сводить людей с ума. Когда некачественную информацию людей кормят. Частный, например, телеканал Дольф, это просто неприятно. Но совсем другое, когда это делает первый канал, который существует не на какие-то деньги конкретного собственника, а он существует на наши с вами налоги. Потому что условно этого дождя отписать, а вот прекратить платить зарплату пропагандии первого канала, я, к сожалению, не могу. И вы не можете. Так давайте посмотрим, что рассказывает зрителям про коронавирус федеральный канал. А заодно хочу вам показать, как нужно правильно смотреть телевизор. Как нужно задавать вопросы, сомневаться, как нужно проверять информацию. Итак, сегодня мы с вами будем смотреть программу «Человек и закон». Чтобы было понятно, «Человек и закон» это старейшая программа на государственном телевидении. Она выходит с 70-го года. И вот как ее описывают на сайте первого канала. Это одна из самых востребованных и актуальных общественно-политических программ на общественном телевидении. Основная программа «Старок как мир». Информация из первых рук и только проверенные фрагмы. Только проверенные факты. По описанию сразу понятно, что программа очень серьезная. Еще раз. Только проверенные факты. Она, кстати, выходит по пятницам прямо перед программой «Поле чудес». То есть, когда вся страна в пятницу наблюдает за примитивным шоу в отгадке и дарением соленых огурцов, ей перед этим предлагают посмотреть что-то серьезное. Итак, передача «Человек и закон» вышла 24 апреля с сюжетом «Троянский конь мировой пандемии». Выпуск несколько раз после этого повторялся. И до сих пор висит на YouTube-канале Первого канала. Давайте посмотрим отрывок из этой передачи. Коронавирус SARS-CoV-2 предположительно имеет животное происхождение. Признаков лабораторного вмешательства пока обнаружено не было. С таким заявлением в этот вторник выступила Фадела Чаип, представитель Всемирной организации здравоохранения. Так, начало интригующее. Ведущий говорит официальную позицию Всемирной организации здравоохранения. Потом он добавляет. А вот наша Вероника Скворцова вариант искусственного происхождения этого контагиозного вируса не исключила. Я напоминаю руководитель Федерального медико-биологического агентства. Далее следует фраза, с которой начинается любая теория заговора. Постоянные зрители программы знают мое отношение ко всякого рода теориям заговора. Но в сложившейся ситуации сознательно готов об этом сегодня поговорить. Кстати, вот я не знаю отношение этого ведущего к теориям заговора. Как известно, все, что сказано до «но», всегда можно пропустить. Больно сногсшибательная новость появилась в информационном пространстве. Мол, за всем этим кошмаром стоит мульти-миллиардер Билл Гейтс. Мы бросились выяснять, что правда, а что нет. Я в теории заговора, конечно, не верю. Но за всем этим кошмаром, то за пандемией коронавируса стоит Билл Гейтс. Конечно, далее следует оговорка про «попробуем разобраться, что правда, а что нет». Это началось у здоровых на вид свиней. У заразившихся людей начались респираторные заболевания. Симптомы варьировались от гриппа до тяжелой пневмонии. Тяжелобольные нуждаются в интенсивной терапии. Многие умерли. Последствия коронавируса катастрофичны. 65 миллионов человек погибло в первые 18 месяцев. Вы сильно удивитесь, но это кадры из документального фильма, выпущенного, обратите внимание, в октябре 2019 года. Этот захватывающий документальный триллер демонстрировался участникам мероприятия под названием «Ивент 201». В начале зрителю показывают довольно тревожные кадры, которые почему-то называют документальным кино. Хотя это совсем не документальное кино. Нам сообщают, что в прошлом году в Нью-Йорке было организовано так называемое событие 201, на котором отрабатывали борьбу с коронавирусом, где, цитата, предсказали один в один, что происходит сегодня. Из этого отрывка мы узнаем, что для авторов программы стало неожиданностью проведение учений по борьбе с эпидемиями. Ну, видимо, авторы программы не догадываются, что учения проводят не только военные, но и вирусологи. И это совершенно нормально. За всю историю человечества было множество эпидемий, которые уносили жизни людей по всему миру. Рано или поздно появится вирус. А вирусы, они постоянно мутируют, которые будут очень быстро распространяться, и человечество должно быть к этому готово. Ну, кстати, вот как показала нынешняя пандемия, все равно оно к этому не готово. Учения проводятся регулярно. Даже сама Всемирная организация здравоохранения проводила учения на предотвращение пандемии респираторных инфекций в мае 2018 года. Надеюсь, кстати, в России такие учения тоже проводят. Или нет, как вы думаете? То есть они провели симуляцию именно коронавируса, где они предсказали один в один, что происходит сегодня. То есть они провели симуляцию именно коронавируса, сообщает нам Первый канал. Ну да, даже они выбрали коронавирус. Какое поразительное совпадение. Возможно, конечно, авторы программы лишь с началом нынешней пандемии услышали слово коронавирус. Но вообще коронавирусов много, и они часто становились источниками эпидемии. Например, китайский SARS в 2002 году был коронавирусом. И ближневосточный Мерс в 2012 году, вы не поверите, он тоже был коронавирусом. Поэтому на самом деле отработка сценария готовности к пандемии на основе коронавируса выглядит вполне логично. Ладно, идем дальше. А дальше нам показывают некого журналиста Влада Копылкина, который говорит, что в фильме про события 201 предсказание было стопроцентно точным. Хотя тут я бы поспорил. События 201 считают, что вирус придет через 5-10 лет из Бразилии и убьет миллионы людей. Ну согласись, как-то себе точность предсказания не совсем стопроцентно. Тут мы, кстати, давайте нажмем на паузу и пойдем искать, кто же такой этот журналист Влад Копылкин. Я, кстати, никогда про такого не слышал. Начал гуглить, начал искать. Но согласитесь, если первый канал, первый канал, не абы какая-нибудь там шарага, приглашает человека комментировать. Вероятно, это какой-то авторитетный эксперт. Оказывается, что Влад Копылков никакой вообще не журналист. Он ведет на ютубе канал по теориям заговоров. Я расскажу вам о группе Ориона, о рептилиях, о драку рептилиях или как еще их называют рептилоидах. Какая связь с сатанизмом и архонтами. Летали ли американцы на Луну и почему туда больше никто не летает. Это вообще отдельный какой-то адок, потому что своим зрителям он рассказывает про опасность вышек 5G. Про то, что Буш, Клинтон и Обама вообще рептилоиды. Это не шутка. Это Джордж Буш-старший. Обратите внимание на его глаза, особенно на рептильные вертикальные зрачки. Как я уже сказал, иногда происходит этот сбой, и вы можете видеть их глаза и другие характерные искажения на теле. И эти искажения на камере часто выглядят как наслоение кадра друг на друга. Вы можете посмотреть на другие видео и фотографии с ними. Например, Обаме, чтобы у него появились хоть немного напоминающие эти жабры-складки, нужно смеяться во всю свою улыбку. Один ролик у него сенсационнее другого. Как вообще такого человека можно было пригласить, кто-то комментировать на всю страну? Для меня просто загадка. Ну, кстати, Влад Копылков вместе со своими друзьями с Первого канала мог бы посмотреть фильм 2011 года «Заражение». Они будут очень сильно удивлены, но там предсказания намного точнее. Точнее, чем событие 201, этот голливудский фильм про пандемию респираторной инфекции, которая пришла от летучих мышей из Китая. Согласитесь, более похож. Хотя понятно, что сюжет фильма и то, что происходит сегодня, это вполне себе стандартный сценарий распространения эпидемии. Представьте, как будут шокированы Копылков и Первый. Жалко, что мы этого не увидим. И это хорошо, что они не открывали советские учебники, потому что там предсказаны примерно похожие сценарии распространения эпидемии. Кстати, дальше там идет смешной момент, когда нам диктор сообщает, что фильм про события 201 даже не пытаются скрыть. Причем этот фильм никто даже не пытается скрыть. Мы обнаружили его на официальном сайте. Хочется сказать, конечно, а зачем нужно удалять, скрывать этот фильм? Потому что этот фильм про учения, хотя я понял, что имеет в виду Первый канал, наверное, настолько заигрались с удалением сюжетов со своего сайта задним числом, что им кажется чем-то нормальным. Помните, они недавно удалили сюжет, в котором призывали людей на шашлыки. Погода позволяет, да и работа теперь тоже у многих удаленка. А если на шашлыки? Не толпой, а вот так, вдвоем. А потом, когда вы есть, что шашлычники у нас во всем виноваты, сюжет пришлось быстренько удалять. Естественно, они удивляют то, так почему кто-то не удаляет свой сюжет? Видимо, Первому каналу кажется, что это совершенно нормальная практика. Брать, чего-то удалять со своего сайта задним числом. Здесь же, кстати, указан и список организаторов учебного конца света. Центр по безопасности и здоровью университета Джона Хопкинса. Именно по его ресурсу сейчас весь мир отслеживает эпидемию коронавируса. Всемирный экономический форум и фонд Билла и Мелинды Гейтс. Ну, во-первых, не Джона Хопкинса, а Джонса Хопкинс. Примерно, да, это же, да, дорогой Первый канал. Но все-таки мы могли бы повнимательнее прочитать название уважаемого института. Или там читать не умеют на Первом канале. А во-вторых, этот центр при университете специализируется на борьбе с эпидемиями, инфекционных заболеваниями. Это, кстати, написано прямо в верхней части их сайта. Интересно, почему они собирают данные по пандемиям? Ах да, это институт, который занимается пандемиями. Это равно, что удивляться, что Министерство обороны провело военные учения. Когда началась война, начало предоставлять информацию о ситуациях на фронтах. В этом случае Первый канал, наверное, рассказал. Вы представляете, это то самое министерство, которое недавно показывало нам танки. А теперь оно рассказывает нам про их применение на фронте. Подозрительно. А дальше новый эксперт. И слово предоставляется доктору. Я даже уже обрадовался. Ну, наконец-то, наконец-то будет нормальный эксперт. Но, к сожалению, радость была преждевременная. Эксперт, хоть и оказался доктор, но доктор почему-то экономических наук. Это некий Валентин Катасонов. Он специалист в области природопользования, финансов и международных кредитных отношений. Кстати, я тут его книгой ознакомил пару лет назад. То есть, в принципе, как раз... Да, это тот самый человек, который должен рассуждать о вакцинах в эфире Первого канала. Итак, что же нам говорит доктор экономических наук Катасонов? Вот этот вирус, даже если он имеет естественное происхождение, то он нужен в данный момент тем, кто, собственно, разрабатывает вакцины. Тот, кто, собственно, готовит планы по всеобщей вакцинации. Если честно, я не понимаю, что происходит. Почему вообще про вакцины и вирус говорит экономист? Ну, раз уж Первый канал так интересует мнение доктора Катасонова, то редакция может сделать для себя множество потрясающих открыть. Вообще, биография доктора очень легко пробивается в интернете. Буквально пять минут, чтобы понять, кто это за человек. Центральный банк у нас в данном случае, на сегодняшний день, это филиал Федеральной резервной системы. А еще Центральный банк России, оказывается, создает условия для того, чтобы сюда, в Россию, приходили иностранные инвесторы. Представьте, какой ужас. То есть мародер. Он называет инвесторов мародерами. По мнению Катасонов-Орешкин, это бывший министр экономического развития, он сейчас помощник президента Силонова, это министр финансов. Они четко действуют в русле Вашингтонского консенсуса. А биржи это гадюшник, и нам этот гадюшник не нужен. И мы должны покончить с ростовщичеством. А то, что происходит, чем махровое ростовщичество. Как вам, кстати, это сочетание? Махровое ростовщичество. Звучит интересно. Как изменилась позиция у Федерального канала? Я считаю, что Первому каналу надо почаще давать слово Катасонову. Можно, кстати, давать ему в выпусках новостей. Ну, например, сразу после сюжета о встрече Путина и Силуанова. Ну, Путин с Силуановым встретились, а потом Катасонову. Чтобы пояснить народу, что Силуанов выполняет волю Вашингтона. Ну, или представьте ситуацию. В новостях говорят о встрече Путина с Набиуниной. А дальше включает Катасонову, который объясняет гражданам, что Центробанк России это филиал ФРС США. Мне кажется, будет замечательно. Жду не дождусь таких новостей на Первом канале. Нам как раз этого не хватает на Федеральных каналах. Вернемся к тому, что он сказал. Этот вирус, даже если он имеет естественное происхождение, то он нужен в данный момент тем, кто, собственно, разрабатывает вакцины. Тот, кто, собственно, готовит планы по всеобщей вакцинации. И, конечно, это Билл Гейтс. Интересно, да. То есть, даже если он имеет естественное происхождение, то есть, появился сам по себе, без злого умысла. Но почему-то нужен Билл Гейтс? Почему, кстати, именно Билл Гейтс? Давайте на секунду остановимся, попытаемся включить логику. Хотя я понимаю, у людей, которые это смотрят, логики мало. Они говорят, что вирус изобрели, чтобы люди выстроились за вакцинами, чтобы всех вакцинировали. Давайте подумаем, зачем кому-то вообще изобретать вирус, чтобы начать всех прививать. Ведь большинство населения планеты сегодня и так делают прививки себе, своим детям. И не за счет всяких там коронавирусов. Нет, есть, конечно, тех-то антипрививочников. Но это процент этих сектантов не слишком большой. Кроме того, вакцины от коронавирусов разрабатывают сегодня десятки стран, в том числе и Россия. Многие институты соревнуются, кто первый изобретет вакцину. И мне совершенно непонятно, почему экономист Катасонов говорит так, словно у Билла Гейтса есть какая-то монополия. На вакцину. Просто задайте себе вопрос. Если мы представим, что Билл Гейтс действительно все это задумал, то почему спустя полгода, после первого заражения, уже прошло полгода, после того, как первый человек заразился, почему до сих пор никто не представил вакцину? Во многих странах уже эпидемия идет на спад, уже открываются кафе, уже народ перестает паниковать, уже потихоньку начинают открываться границы, люди выходят на улицу. Согласитесь, это очень странно для злодея, который изобрел этот коронавирус, чтобы всех вакцинировать. А вакцины-то нету. Уже скоро все закончится. Его коварный план сорвется. То есть люди так и не выстроились в очередь. Я понимаю, например, если через месяц, после начала коронавируса, вышел бы Билл Гейтс и сказал, ребята, у меня была вакцина от этого вируса, и ни у кого больше нету. Поэтому все ко мне в мой дворец, в мой темный замок, в пещеру, в нору, в адскую нору, оттуда пламя, туда все подходят, и я буду всех вас там вакцинировать. Я тогда бы подумал, действительно, ну да, но у него вакцина, откуда он знал? Казалось бы, при чем здесь соучредитель Майкрософт, богатейший человек на планете Земля Билл Гейтс? 20 лет назад этот мультимиллиардер занялся благотворительностью. Вместе со своей женой Мелиндой он создал фонд и стал направлять деньги на создание вакцин от всевозможных болезней, начиная от СПИДа, заканчивая малярией. Щедро спонсировала ЧИТА и Всемирную организацию здравоохранения. Нам преподавали, что, собственно, единственным источником финансирования таких организаций могут быть только государства, члены Организации Объединенных Наций. А тут оказывается главным донором, оказывается Билл Гейтс. Главным донором Всемирной организации здравоохранения оказывается Билл Гейтс. Это тоже очень странно почему-то. Опять же, как? Как? Смотрю новость, нажимаю на паузу, открываю интернет и начинаю искать. Вот данные, опубликованные авторитетным американским изданием Политика. По их информации, с 2000 года фонд Гейтса вложил в ВОЗ более 2 миллиардов 400 миллионов долларов. А теперь давайте посмотрим. Мы же пришли в интернет все проверить. И давайте посмотрим. Зайдем, посмотрим отчеты Всемирной ассоциации здравоохранения. Посмотрим на их бюджет. И вот оказывается что. Бюджет Всемирной организации здравоохранения около 4 миллиардов долларов. То есть 2,4 миллиарда за 20 лет. Это конечно много. Но в общем бюджете Всемирной организации здравоохранения просто несколько процентов. Это уже не так много. К нам пытаются представить. Если мы будем честны. Хотя, как может быть честным, первый канал. Главным донором Всемирной организации является вообще-то правительство США. Вы наверное слышали. Недавно разразился скандал. Когда Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения. Поддавки Китаю. И неспособность предупредить вовремя всех о пандемии. После чего приостановил финансирование организаций. А Китай наоборот нарастил финансирование. То есть сейчас вообще получается какой-то клубок. Да, Трамп. Он что, выходит против Китая? Или все-таки против Билл Гейтса? Против кого Трамп-то? Да, после этого нам на фоне тревожной музыки начинают рассказывать о том, как финансируемые Гейтсом программы в области здравоохранения приносят больше вреда, чем пользы. Одной из самых значимых строчек расходов значится борьба с детским полиэмилитом. Билл Гейтс решил искоренить эту болезнь в Индии. На его деньги была разработана программа вакцинации населения под названием «Пульс Полио». Результаты оказались ошеломляющими. На сайте GreenMedInfo, где ученые со всего мира публикуют свои работы, мы обнаружили статью с заголовком. 491 тысяча детей, парализованных за 17 лет, предлагает исследование индийской программы вакцины против полиэмилита. То есть лекарство миллиардера парализовало полмиллиона человек. Вот это находка журналистов. Действительно классные расследования. Да, то есть это все доказывает. Представляете, мир даже не заметил, как полмиллиона детей, парализованных вакциной Билла Гейтса, это кошмар. Это же скандал. Хорошо, что первый канал нашел это, но я опять нажимаю на паузу и опять смотрю, что это такое за сайт GreenMedInfo, на котором различные ученые публикуют свои статьи. Выглядит как авторитетный какой-то источник. Что-то на английском, есть слово мед, еще что-то врачи что-то публикуют. Наверное, это какой-то профессиональный сайт, профессиональное сообщество. Давайте посмотрим, что это за сайт. Оказывается, что GlenMedInfo, это сайт, запустил некий сайр-жи. Он считает себя большим специалистом в области медицины. И занимается тем, что якобы разоблачает заговор врачей, фармацевтических компаний и тайного правительства. Например, он явный противник любой вакцинации, он активный борец с сотовыми вышками, отрицает современные методы лечения рака и так далее. То есть, это прямо такой ультра-ультра антипрививочник. Теория заговоров, тайное правительство всех чипирует, облучает это всякий такой бред. На своем сайте он публикует, так сказать, разоблачительные анализы нормальных научных статей. Он все время, кстати, подчеркивает, что разоблачение его основывается на реальных доказательствах. Но по факту они просто перевирают факты, меняют понятия. К сожалению, его аудитория, видимо, слишком ленивая для того, чтобы прочитать оригиналы статей и перепроверить информацию, которую он им втирает. И поэтому они легко принимают вот эту антинаучную чушь за серьезные исследования. Даже в статье на сайте, в которой ссылается первый канал, если мы зайдем, если мы сейчас зайдем, вот эта статья, которая показывает нам первый канал, то вот на сайте она. Даже в этой статье ничего не сказано про Билла Гейтса. Там нет ни одного слова про Билла Гейтса. Статья, кстати, написана про научное исследование, которое размещено уже на другом сайте. Давайте перейдем на первоисточник. Мы проходим в первоисточник и что увидим? Мы видим, что там даже нет ни слова Билли Гейтс. То есть даже на этом сектантском сайте нет ни слова Билл Гейтс. Это первый канал взял и выдал. В этой статье рассказывал о государственной программе вакцинации Пульс Поля, которая ведет правительство Индии. То есть еще раз правительство Индии делает программу вакцинации. Может быть первый канал думает, что все вакцины в Индию всегда поставляет только Билл Гейтс? Ну например, вакцины идут только в комплексе с операционной системой Windows на компьютерах. И поэтому только вот так все вакцины в Индию попадают. Иначе как вообще объяснить, как они приплелись сюда Билл Гейтс? Саму эту статью обсуждать не очень хочется. Достаточно просто привести одну цитату. Ее авторы мне говорили, что острый паралич, вызываемый не полимелитом, был вызван вакциной. То есть они даже не прочитали выводы авторов. Но и вообще, я прошу вас, друзья, задайте себе вопрос. Почему прививки от полимелита считают лекарством Билл Гейтс? Я хочу напомнить вам про прививку. Ее изобрели еще в 50-м году прошлого века, когда наш потенциальный злодей еще даже не родился. Да, сам Билл Гейтс никаких прививок от полимелита никогда не производил. Он лишь финансировал производство и применение давно известной науки вакцины. Кстати, полимелит был побежден благодаря прививкам. И здесь, если среди моих зрителей есть активные борцы с прививками и так далее, скажите, пожалуйста, а нужно ли было искоренять эту болезнь, такую страшную болезнь, как полимелит, с помощью прививок? Потому что истребить удалось уничтожить. Во многих странах практически полностью уничтожили эту болезнь. Только благодаря вакцинам. Вот те, кто вяжет и кричит и топает ножками и говорит, что никаких вакцин. Вы серьезно считаете, что не нужно было делать вакцины, не нужно было истреблять эту болезнь? А дальше нам первый канал радостно сообщает. В 2017 году правительство Индии отменило режим вакцинации Гейтса. Смертность детей резко сократилась. И здесь я поражен, как правительство Индии посмело отменить режим вакцинации Гейтса. Они что, совсем от рук там отбились? Ладно, хоть благодаря этому смертность детей резко сократилась. Стоп-стоп-стоп. Смертность детей сократилась. А кстати, при чем тут смертность? Только что буквально минуту назад нам рассказывали о параличе, о том, что парализовало полмиллиона, а теперь сократилась смертность. Ну ладно, может быть просто в Индии все парализованные дети, они просто умирают и не знают, что там в Индии происходит. Первый канал ведь врать не будет. Мы видим, что смертность в Индии в 2018 году действительно сократилась. Правда, есть один нюанс. Смертность вообще непрерывно сокращается с 1950 года. Вот табличка. Наверное, каждый год правительство Индии просто отменяет по одной программе Белагейса и смертность сокращается. И, к сожалению, отменить можно только одну программу в год, а то бы детскую смертность в Индии бы давно победили. Детская смертность сокращается каждый год. Это нормальный процесс, который как раз вызван развитием медицины, улучшением качества жизни. Именно для этого делаются вакцины и профилактика различных болезней и так далее. Чтобы побороть детскую смертность, и она от года к году с развитием медицины, с распространением вакцин и так далее. Она сокращается. Это закономерный процесс. Далее тревожная музыка усиливается. И наш доктор Катасонов начинает рассуждать о превьюх. Ни одна из превьюх, которые были там внедрены Биллом Гейтсом в странах третьего мира, они не могут быть оценены со знаком плюс. Ну, это даже не знаю, как комментировать. Непонятно просто. Вранье и передергивание. На каком основании делаются такие выводы? Мне совершенно непонятно. Но это нам с вами смешно. А я напоминаю, что речь идет о программе на Первом канале, которую показывают в пятницу в промтайм, когда максимальное количество зрителей... То есть вы понимаете уровень экспертов, которые они где-то откопали в этой программе? Что ни слово, то вранье. Такое чувство, что авторы просто задались целью наврать вообще обо всем. Ну ладно, давайте продолжим дальше разбор. В этом году фонд Гейтса профинансировал исследование экспериментальной вакцины против малярии. В результате применения которой погибли 150 африканских детей. Автор ссылается на официальную статистику. Мы нашли эти отчеты. В старшей возрастной категории серьезные побочные эффекты были зарегистрированы у 1048 из 5949 детей. Звучит, конечно, неплохо. Мы нашли эти отчеты. А мы, дорогие авторы Первого канала, нашли материалы, благодаря которым вы нашли эти отчеты. Это издание Zero Head Russian. Вот их статья, а вот ссылка на отчет, который они сами приводят. Поиск у меня занял ровно 15 секунд. Кстати, вы не задумывались, почему эти отчеты выложены в сети? И ведь в них такие опасные секретные сведения. Мировое правительство и Билл Гейтс. Ну и, кстати, в отличие от вас, дорогая редакция Первого канала, я не только нашел эти отчеты, но я еще прочитал их. Это, кстати, очень полезный навык. Не просто находить, а еще читать. Что вы там нашли? Ну, тут написано, что вакцина защищает от клинических и острых форм малярии. Ну, а как же дети, которые умерли, спросите вы? Действительно, в отчете написано, что дети умерли. Это исследование велось в течение 18 месяцев. И некоторые дети, к большому сожалению, умерли до его окончания. Трое, например, утонули. Восемь умерло от истощения. Двенадцать от СПИДа. Я так вижу, ужасный Билл Гейтс не только профинансировал вакцину, но когда она не сработала, приехал и утопил этих детей, наверное. А так это было. Да почему вакцина именно Билла Гейтса все-таки? Вакцину, которую он профинансировал, это вакцина одной британской фарматической компании, продукция которой предоставляется в том числе и России. Гейтс просто дал деньги на применение этих лекарств. Ситуация на самом деле выглядит так, как вы покупаете кому-то лекарство, он его принимает и у него возникает побочный эффект. Ну, в виде рвота. А потом первый канал рассказывает о том, что вы негодяи, что профинансировали употребление лекарства. Далее зрители представляют новые эксперты. Я на минуту даже обрадовался. Наверное, в середине сюжета первый канал все-таки смог найти нормального ученого, а не вот этого инопланетного конспирола. Но нет, хотелось бы, но нет. Потому что, друзья, перед нами появляется почему-то журналист Анатолий Артюх. ВОЗ уже не раз был отходкнут за руку. На Украине поймали, нашли, что при юге находятся вещества, которые дают бесплодие. И опять тишина. Я считаю, это глобальные преступники, которым плачет турбурал. Так, 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 минуточку. Во-первых, кто такой этот Анатолий Артюх? Оказывается, это бывший помощник Милонова. Он просто православный конспиролог. Он не имеет никакого отношения ни к журналистке, ни какой-то науке. Он вообще в этом не понимает. Это бывший помощник Милонова. И все. Меня особо шокирует его оценка Всемирной Организации Здравоохранения. Как можно этому доверять? Чтобы вы понимали, Всемирной Организации Здравоохранения на минуточку является подразделением ООН. Дальше, комментируя фразу про Украину, то, что поймали, нашли за руку, что прививки находят вещества, которые дают бесплодие. Вообще ничего. Потому что кто поймал? Кто нашел? Где-то на Украине поймал. Никаких вообще нет. Ни одного источника. Вы не видите нигде. Эта информация. Это просто вымышленный бред. Но тревожная музыка усиливается. И диктор программы нам сообщает. В 2014 году Ассоциация Католических Врачей Кении обвинила Всемирную Организацию Здравоохранения в химической стерилизации миллионов кенийских женщин с помощью кампании вакцинации против столбняка. Комментировать это вообще очень сложно. Но у меня вопрос к Первому каналу. Ребята, Россия же вообще у нас член Организации Объединенных Наций. И в нее входит Всемирная Организация Здравоохранения. А Россия, кроме того, постоянный член Совета Безопасности. Если то, что вот здесь рассказывают правду, у меня возникает вопрос. А Россия поднимала на заседание Совета Безопасности ООН вопрос о химической стерилизации миллионов кенийских женщин. И мы пропустили геноцид? Может получить комментарий Министерства иностранных дел? Россия по этому вопросу? Я переживаю. Но тем временем диктор нам сообщает. Вот тебе и добрый доктор Айболит Билл Гейтс. Выходит, что миллиардер спонсирует ВОЗ для того, чтобы сократить популяцию планеты. Вирус убьет Землю или Земля убьет вирус. И судя по его выступлениям, делает он это абсолютно осознанно и открыто. В описании к ролику я ставлю ссылку на это выступление. Там говорят вообще совершенно про другие проблемы. В первую очередь о снижении выбросов парниковых газов в атмосферу. Относительно сокращения рождаемости. Это в общем-то не идея Билла Гейтса. Это доказанный научный факт. Чем лучше у вас развита медицина, тем меньше у вас дети умирают. Чем меньше умирают дети, тем меньше женщины рожают. Самая высокая рождаемость, посмотрите на карту, в нищих странах. Так как дети там в буквальном смысле мрут как мухи. А Гейтс говорит, что с развитием медицины, с улучшением качества жизни, с вакцинацией и так далее, будет падать рождаемость. Об этом говорят по всему миру в университетах и школах. Потому что это совершенно нормальная история. Чем лучше медицина у вас, тем меньше у вас рожают женщин и детей. Ну так как меньше детей умирает в младенчестве. Но Первый канал делает из высказывания Билла Гейтса совсем другой вывод. По их мнению из выступления Гейтса почему-то следует, что благодаря вакцинации контроля за рождаемостью можно сократить прирост населения на 10-15%. А это попахивает геноцидом. Интересно, да. То есть контроль за ростом населения это попахивает геноцидом. Я предполагаю показать эту программу российского государственного телевидения нашим китайским партнерам. В следующий раз и рассказать им, что контроль за рождаемость пахивает оказывается геноцидом. Опять же, давайте попросим Министерства иностранных дел немедленно поднять этот вопрос на Совете Безопасности ООН. Давайте виним Китай в геноциде. Выступили так хоть против геноцида. Расследовать. Видимо в России нужно уничтожить систему здравоохранения. Казаться от вакцинации. И нашим женщинам просто придется рожать много-много детей. Как это было, например, даже до революции. Ну чтобы у нас рожали, как в беднейших странах ав. Ну потому что только так дети будут доживать до совершеннолетия. Наверное, это бы успокоило мракобесов. Никаких вакцин, никакой медицины. Господь узнает своих. На все воля Божия. Дальше наш доктор Катасонов. Сколько можно? Сколько можно? Можно доктор Катасонов. Ну ладно, что там он еще? Что еще он? В докладах римского клуба, который уже выходит более полувека, римский клуб был создан Дэвидом Роктейлером в 1968 году, там прописаны некоторые ключевые задачи. Задачи хозяев денег. Они открыто пишут, что оптимальная численность населения планеты это 1 миллиард человек. Доктор Катасонов, он долгое время работал в МГИМО, который считается одним из лучших российских вузов. Катасонов не просто работал, он даже кафедру там возглавлял. Вот у меня вопрос к ректору МГИМО Таркунову. Университет знал специфические воззрения доктора Катасона. Ну например, что Центральный банк контролирует ФРС США. То римский клуб, созданный Роктейлером, контролирует популяцию планет. Этот вопрос к ректору МГИМО. Он согласен с такой точкой зрения. Он спокойно относится к тому, чтобы такие взгляды преподавались в одном из самых элитных вузов Российской Федерации, который готовит дипломатов. И даже страшно подумать, чему там Катасонов научил студент. Чтобы дальше ни у кого не оставалось сейчас сомнений, нам показывают какие-то странные камни. В 1980 году в одном из американских штатов возвели любопытный монумент, который получил название Джорджийские скрижали. Памятник состоит из шести гранитных блоков, на которых выгравировано таинственное послание потомкам на восьми современных языках. Английском, испанском, суахеле, хенде, иврите, арабском, китайском и русском. Пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов человек, пребывая в постоянном равновесии с природой. Авторы рекомендаций пожелали остаться неизвестными. Впрочем, нетрудно догадаться, кто они. Вы, конечно, простите, а вот мне сложновато догадаться, кто же они. Может, это Билл Гейтс, которому в 80-м году было 25 лет? А может, это рептилоиды? Что это такое? Это Джорджийские скрижали. Это такой монумент из шести гранитных плит. Его поставили в 80-м году, то есть 40 лет назад. В 80-м году его поставили. Это такие вот гранитные плиты, на которых написано 10 заповедей о том, как люди должны выживать в современном мире. Да, совет из разряда не допускать перенаселения, берегите природу, проявляйте терпимость, руководствуйтесь там справедливыми законами, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Никто точно не знает, кто именно установил эти скрижали. Точнее, известно, какая компания занималась изготовлением установкой монумент. Но непонятно, кто это заказал, потому что заказчик пожелал остаться неизвестным. Известно только псевдоним, который переводится с английского как христианин. То есть, что вы понимали, в какой-то американской глуши 40 лет назад какой-то явный религиозный фанатик поставил, ну придумал какой-то памятник, его там воткнул и он там стоит. Ну народ с этого прикалывается уже 40 лет. На него смотрят там хи-хи, ха-ха. Ну да, им замечательно сделали в деревне там какую-то достопримечательность. По России таких вот надписей или еще чего-то тоже найти не проблема. Но может не такие монументальные, потому что у российских сумасшедших не столько денег, сколько у американских придурков. Но тем не менее, вообще не могу понять, как можно на эти камни обращать внимание. Ну куда-то вообще их притягивать. Ну вот мы подходим к кульминации программы, к вершине, к вершине этой масонской пирамиды цифровизации общества. Куда же без этого слова доктору экономических наук Катасонову? Билл Гейс говорит, да, мы должны найти какой-то способ такой четкой, гарантированной, числовой, цифровой идентификации человека, для того, чтобы мы могли знать о его состоянии здоровья, о тех вакцинах, которые он получил. Вот да, мы в том числе изучаем вариант таких нано-микрочипов, но вы ничего, ребята, не бойтесь, потому что это преследует цели сохранения здоровья человечества. Но мы прекрасно понимаем, что если удастся поступить человека на крючок нано-микрочипа, то через этот нано-микрочип можно его обтянуть вот в этот самый цифровой фонслагер и в этот цифровой ад. Эти самые цифровые сертификаты по заявлениям Гейтса будут использоваться для учета тех, кого привили от коронавируса. Мне это напоминает стихотворение Корнея Чуковского для детей школьного возраста, которое было написано почти 100 лет назад. Прочитаем вместе стихотворение. Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать. Это елочка мохнатая, это козочка рогатая, это дядя с бородой, это дом с трубой, но это что такое непонятное чудо с десятью ногами, с десятью рогами. Это бяка-закаляка кусачая. Я сама из головы ее выдумала. Кто ж ты бросил на тетрадь, перестал рисовать. Я ее боюсь. Я уже сказал, что сегодня просто технически невозможно сделать никакие нано-микрочипы и внедрить их через вакцину. Да и зачем? Зачем кому-то изобретать какие-то там нано-чипы и все остальное? У нас каждый человек носит при себе идеальное устройство для слежки. Он называется смартфон. А у некоторых дома стоит отличное устройство, с помощью которого вами могут управлять. Называется оно телевизор, на котором настроен первый канал. Вот и все. Еще относительно этих микрочипов, которых нано-микрочипов, которые будут внедрять через вакцину. Друзья, вы когда-нибудь видели, как ученые наблюдают за живот? Ну вот, видели какой передатчик, который вешается на тигра? Чтобы можно было следить, где там этот тигр шастает. Это огромный прибор там с батареями, с передатчиками. Он такие имеет внушительные размеры. Вот фотография будет этого прибора. Это настолько далеко от каких-нибудь микро-нано-датчиков, которые можно внедрить через вакцину. Что даже если когда-либо в будущем технологии дойдут до того, чтобы передатчик будет настолько маленьким, что этот чип будет настолько маленьким, миниатюрным. Он будет как-то работать. Я не знаю на чем, чтобы его можно было внедрить через вакцину. Произойдет это явно не завтра. Не через год. И даже не через 10 лет. Современные технологии даже близко не подошли. Нет даже никаких разработок. Нет ничего. То есть это все просто выдумка, бред, глупости. Пожалуйста, друзья. Если вдруг кто-то верит. Или кто-то из ваших родственников верит. Если вы верите какие-то нано-вакцины. Это чип или еще что-то. Просто задайтесь за вопрос. Почему ученые не чипируют, не водят эти нано-вакцины тиграм, птицам, другим животным. За которыми надо следить. Почему я вижу на них вот такие ошения. Так, да ладно. Что там дальше? Дальше диктор задается вопрос. И вот тут самое интересное. Как вы думаете, кто сейчас разрабатывает так называемую нано-вакцину от COVID-19? Правильно. Обычно разработка новой вакцины занимает 5 лет. В настоящий момент мы заняты тем, что пытаемся уложиться в 18 месяцев. Ну допустим, а если я не хочу получать эту самую пилюлю? Они скажут, что либо вы будете вакцинированы, либо мы не допустим вас на самолет. И вы не можете, например, посещать свое рабочее место. И действительно, кто разрабатывает вакцину? Кто же разрабатывает вакцину? Похоже, одни пропагандисты с первого канала просто забыли, что в соседней студии у них сидят их коллеги. Научный центр Роспотребнадзора начал испытание вакцины против коронавируса. Об этом сообщили в санитарном ведомстве. Нашим ученым удалось разработать сразу несколько прототипов, основанных на разных принципах. И теперь надо проверить их эффективность и безопасность. Мне кажется, что в какой-то момент первый канал понял, что окончательно загнался. И решил добавить немножко скепсиса. Конечно, можно сколь угодно крутить пальцем у виска и говорить, что это все бред. Но в то, что за созданием коронавируса может стоять Билл Гейтс, верят очень многие, даже известные люди. Я думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия. Следующий враг – вирус, а не ядерная война. Раз уже известные люди верят, в том числе аж теннисисты, куда ж нам смертным простым, неизвестным, со своим свиным рынлом доктерории вакцинацию, это можно ответить. Ну, давайте словами первого канала скажем. Конечно, можно сколько угодно крутить пальцем у виска и говорить, что это все бред. Но во времена Инквизиции очень многие, даже известные люди верили, что ведьмы насылают болезни. А еще очень известные люди верили, что Земля плоская и все вращается вокруг Земли. Мне, конечно, хотелось, чтобы в конце этого сюжета первый канал взял какого-то ученого. Конечно, я не говорю, чтобы иностранного. Давайте просто нашего, давайте просто любого нашего ученого. Они не смогли найти на всю передачу, найти ни одного хоть авторитетного человека. Вы показали нам какого-то блогера-конспирола, который просто птилой Дарвен. Вы показали нам какого-то православного активиста. Вы показали нам какого-то полусумасшедшего экономиста. И еще, наконец, добавляетесь, что этот последний гвозд в мост, в крышку гроба, в котором походится мост зрителей. И вот этот Марат Сафин, известный теннисист, который уже, если он знает, а что знает Марат Сафин, то, конечно, какие там могут быть сомнения. Ну и забавно, что после теннисиста диктор победоносно заявляет. Вполне возможно, что вся эта история также кем-то специально раскручивается. Впрочем, даже если эта информационная кампания против Билла Гейтса, грубо говоря, появилась не просто так, то как быть с фактами? Они-то реальны? С какими фактами? Где у вас в программе хоть один факт? Кроме того факта, что вы просто патологические лжецы и манипуляторы. Но тут меня, друзья, поразил финал программы. Нам показывают ведущего, того самого, который появился в начале программы, и сообщил нам о том, что мы должны что-то знать о его отношении к теориям заголов. Но и он с явным удивлением на лице говорит. Факты, факты и ничего кроме фактов. В таких расследованиях это главное. А вот еще один факт. Американские ученые опытным путем установили, что фейковые новости разлетаются по миру на 70% быстрее, чем достоверно. Это что сейчас вообще было? Я так понял, что ведущий посмотрел программу и так сильно впечатлился от увиденного. И сказал, что все это были на самом деле фейковые новости. Или что? В следующий раз, наверное, ему перед программой надо сначала посмотреть материал, который ему его команда подготовила для его собственного выпуска. Итак, товарищи и друзья, какие можно сделать выводы? Все 15 минут сюжета, которые неоднократно крутили на первом канале, можно предположить, что это откровенное вранье, выдернутые из контекста фразы, ссылки на каких-то непонятных диких конспирологов. Во всем сюжете нет ни одного авторитетного источника, а среди экспертов нет ни одного специалиста в изучаемом вопросе. То есть первый канал даже не пытался начинать разбираться в проблеме. И это вообще никакое не расследование, с какой целью, с какой же неимоверной фантазией был их сценарист этого сюжета, чтобы он так ловко жонглировал разношерстными фактами и обстоятельствами, лишенными между собой логической связи. Я даже представляю себе, как было сложно первому каналу состряпать это ведро по мою, так как от них шарахались по всей вероятности все нормальные эксперты, которые что-то представляют из себя и дорожат своим именем. И мне даже кажется, что наверное очень хорошо, что ни один нормальный человек не принял участие в программе. И тут нет ни одного человека, чьей репутации было жалко. И теперь вопрос. Как вы думаете, привлекут ли первый канал за фейк-ньюс? Какую ответственность за фейки понесут авторы? И лично Константин Эрц. За то, что такой несуразный бред был озвучен и показан миллионам россиян. Заведут ли уголовные дела или административные? Заставят ли это снять, как-то извиниться, опровергнуть? Будет ли Константин Эрц извиняться за это? Первому каналу, кстати, стоит поучиться у коллег с Россией 24. Там наш светлолики. И самый любимый Никита Михалков тоже слез с белого коня, поставил свою шапку Мономаха, расставил фигурки царей, развесил иконы и рассказал нам в эфире якобы знаменитость своей программы Бесагон ТВ, которую распиарил, которая является филиалом России 24. А, Билл Гейтс и вакцины, и чипирование. То есть, сочинение на заданную тему. То есть, такое впечатление, что сочинение на заданную тему. У меня впечатление такое, что тезисы просто дали на разные каналы, типа, кто лучше сделает из них передачу. На первом канале это был Человек и Закон, а на Россия 24 это был наш светлолики Михалков. Давайте посмотрим, что получилось очень коротко. Что получилось у Михалковых. Ах, шик. И задача у этой вакцинации совершенно иная. В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа. Общая цель это сокращение человечества. Так вот, Россия 24 программу, к сожалению, показала, но потом они, видимо, поняли, что это просто дичь. Адская какая-то дичь. И зашквар полный. Программу быстренько сняли с повторов. И теперь вид Никита Михалков бегает и всем рассказывает о цензуре. Наша передача в определенном смысле это принуждение к правде ненасильственными методами. Эту ситуацию, когда передача снимается с эфира, значит есть неприкосновенный. И значит эта правда не нужна. Как-то его в таком виде даже хочется пожалеть. Ведь известный режиссер и люди, может быть, какие-то его еще любят. И даже будут его любить, даже если он сойдет с ума когда-нибудь. Я думаю, что мои зрители и так знали, что информацию нужно проверять. И пропагандистам верить нельзя. Но наверняка ваши друзья или родственники, если они все смотрят телевизор, могут быть введены в заблуждение. Бабушка не может проверить информацию, не может поставить на паузу, как это делаю я. Не может поискать в интернете, посмотреть источники. Человек смотрит телевизор, он воспринимает и верит тому, что ему показывают. Потому что это государственный канал. Многие люди, они привыкли верить, читать, что какой-то ерунды, и непроверенной информации нам по телевизору не показывают. Я прошу вас показать этот ролик своим родственникам, родственникам, друзьям. Друзья, если они во все это верят, настроите им YouTube, отправьте им ссылку, просто придите в гости, покажите, попросите на будущее всегда сомневаться, всегда задавать вопросы, лучше перепроверить, чем забить свою голову опасными глупостями. Друзья, прошу вас, помогите распространить этот ролик, помогите хоть немногим людям очистить мозги, которым просто до этого гадили и загадили мозг, и сгадили, загадили в том числе и федеральные каналы. Помните, пропаганда в прямом смысле убивает. Всем спасибо, ставьте лайки, скоро увидимся в следующем видео. Еще раз повторяю, максимально распространяем это видео, максимально, по максимуму. Ваша активность поможет распространению правды. До скорого.